Шестой класс, пятнадцатая серия. Делимость. Число, которое делится на 5. Можно представить в виде произведения. 5n. n натуральное или 0. При делении на 5 возможны остатки, отличные от нуля. Это 1, 2, 3 или 4. Делимость суммы. Первое свойство. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Каждая слагаемое делится на 5, сумма делится на 5. Второе свойство. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, то сумма на это число не делится. Первое слагаемое делится на 5, второе при делении на 5 дает остаток 3. У суммы при делении на 5 будет остаток 3. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Первый множитель делится на 5. Произведение тоже будет делиться на 5. Признаки делимости. На 25 делится число тогда и только тогда, когда две последние цифры образуют двузначное число, делящееся на 25. То есть две последние цифры – это 0, 0, 25, 50 или 75. Так, на 125 три последние цифры должны дать трёхзначное число, делящееся на 125. То есть три последние цифры – это 3, 0, или 125, или 250. То есть трёхзначное число, делящееся на 125 и так далее. 3, 175 и так далее. Вот только в таком случае число будет делиться на 125. Признак делимости на 11. Число делится на 11. Если сумма цифр, стоящих на нечётных местах, отличается от суммы цифр, стоящих на чётных местах, на величину кратную 11. Так, давайте рассмотрим первое число. Нечётные места, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. 9 плюс 9. Сумма цифр, стоящих на нечётных местах – 18. Сумма остальных – 7. Разность этих сумм – 11. 11 делится на 11. Значит, это число делится на 11. Рассмотрим второе число. Сумма цифр, стоящих на нечётных местах. 5 плюс 3 плюс 1. Значение суммы – 9. Значение суммы цифр, стоящих на чётных местах. 2 плюс 4 – это 6. Разность сумм – 3. 3 на 11 не делится. Значит, 12 345 на 11 не делится. Первая задача. Какую последнюю цифру надо приписать к числу, чтобы получилось число, делящееся на 11? Давайте последнюю цифру обозначим за х. То есть надо приписать какую-то, мы не знаем пока, х. Так, давайте найдём значение первой суммы. Вот цифры, стоящие на нечётных местах. х прибавить 6, прибавить 8, прибавить 7. Находим значение суммы. Значит, здесь получится х плюс 21. Это сумма цифр, стоящих на нечётных местах. Так, теперь нужно будет найти вторую сумму. Вот я обвела эти цифры. 7 плюс 9 плюс 5 плюс 4. Так, получается 25. Так вот, разность этих сумм должна делиться на 11. Только в том случае, если х равен 4, значение первой суммы 25, второй 25, их разность равна 0, 0 делится на 11. Итак, надо приписать цифру 4. Вторая задача. Число а плюс 2 и 35 минус b делятся на 11. Вот эти числа. Первое число делится на 11. И второе. Делится ли на 11 сумма а плюс b? Если а плюс 2 и 35 минус b. Каждая из этих чисел делится на 11. Значит, на 11 будет делиться и их сумма, и их разность. Давайте рассмотрим разность этих чисел. Значение разности а плюс b минус 33. 33 делится на 11. Каждая из этих чисел тоже делится на 11. Значит, и а плюс b тоже делится на 11. Третья задача. Делится ли на 7 число, вот это шестизначное, где вместо цифр записаны буквы b и a. Если буквами b и a обозначены различные цифры. Шестизначное число будет делиться на трёхзначное число b, a, a, где b сотен, а десятков, а единиц. Причём при делении получится значение частного 1001. Значит, шестизначное число можно представить в виде произведения, где первый множитель – это трёхзначное число, а второй множитель – это 1001. Число 1001 делится на 7. При делении на 7 получится 143. Итак, это произведение чисел 7 и 143. Итак, делится на 7. Значит, и шестизначное число тоже делится на 7. Четвёртая задача. Пять чисел относятся между собой как 1 к 2, к 3, к 4, к 5. Найдите большее число, если разность третьего и первого равна 20. Одну часть обозначим за х. Это х, это 2х, 3х. Так, третье число – это 3х. Разность между третьим и первым равна 20. Решая уравнение, находим х. 2х – это 20, значит, х равен 10. Нужно найти большее число. Больше – это 5 частей. 5х в 5 раз больше. Значит, 5х – 50. Ответ – 50. И пятая задача. Поезд проходит мост длиной 300 метров за 30 секунд. И 10 секунд идёт мимо столба. Вычислите длину поезда. Итак, если за 10 секунд поезд проходит мимо столба, значит, он свою длину проходит за 10 секунд. Мост длиной 300 метров. В каком случае, вот говорят, что поезд прошёл по мосту. Поезд въезжает на мост. И до тех пор, пока все вагоны не пройдут, поезд будет находиться на мосту. Значит, за 30 секунд он проходит мост длиной 300 метров и ещё свою длину. Давайте за х обозначим длину поезда. Длина поезда х. Итак, 300 метров и ещё х метров он проходит за 30 секунд. За 10 секунд он проходит свою длину х. Значит, 300 метров он пройдёт за 20 секунд. 300 метров он пройдёт за 20 секунд. Значит, за 10 секунд он пройдёт в два раза меньше, 150 метров. За 10 секунд он проходит свою длину. Значит, длина поезда 150 метров. Ответ 150 метров.